В предыдущем ролике я выложил первую часть обращения Льва Шлосберга к народу, где он точно поставил все акценты и сказал, что Путин наглым образом узурпирует власть навсегда. Да, слова буквально попадают в сердце, но я не выложил вторую часть этого ролика, потому что считаю, что позиция ручной оппозиции, в данном случае это яблоко, не вызывает уже никакой отропи, а только отвращение. Сейчас вы послушаете, к чему призывает ручная оппозиция, вроде бы с одной стороны полностью понимая ситуацию, но с другой стороны призывает она к следующему. Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Все стало просто, понятно, открыто и откровенно. 22 апреля, где бы вы ни были, приходите на участки для голосования и голосуйте против Владимира Путина, против застоя, против издевательства над самим государством, против издевательства над правами и свободами человека и гражданина, против вот этого желания держать власть в руках до последнего издыхания, потому что они в тупике. Но как просто стало теперь объяснять всей стране о том, что должны делать свободные люди 22 апреля 2020 года? Идти и голосовать против Путина. Пока еще, насколько мне известно, Леша Навальный не обозначил свое отношение к этому как лидер оппозиционного движения в России, но что-то подсказывает мне, что он тоже начнет призывать 22 апреля прийти и проголосовать против. Но самое главное – прийти. А что на самом деле нужно делать – это то, к чему призываю я, и, возможно, начнут призывать другие. Я считаю, что лучше с самого начала определиться и расставить акценты. Мой призыв к тем, кто со мной на одной волне, я уже говорил об этом, отслеживайте информационную ленту. Те, кто будут называть весь этот процесс государственным переворотом, это люди, которые, первое, понимают истинную суть вещей, второе, действительно оппозиционны к власти, и третье, не будут призывать вас делать глупости. Ко мне пришло какое-то странное сообщение от неизвестного мне подписчика, но я его вам все равно зачитаю, потому что то, что написано здесь, с этим я согласен, и предлагаю вам к этому присоединиться, а также распространить эту информацию для ваших знакомых и друзей. Потому что бороться с тем, что происходит, к сожалению, у вас не слишком много инструментов для этого. Но в данном случае, 22 апреля, при проведении этого псевдо-референдума, вы можете кое-что сделать. Итак, внимание, уважаемые граждане, на 22 апреля силами захватившими власть в России намечен антиконституционный переворот и окончательная узурпация власти. Будет происходить попытка легитимизации захвата власти через изначально подложное, противоречащее закону голосования по преступным и вредоносным поправкам в главный закон страны. Настоятельно рекомендуется всем гражданам страны не участвовать в данном преступном мероприятии, не являться в пункты голосования, не предъявлять свои документы, удостоверивающие вашу личность, и не ставить свои подписи в домовых книгах и других незаконных документах пункта голосования. Изменение главного закона страны с целью обнуления сроков полномочий и удержания власти любым путем в течение десятилетий одним и тем же лицом и его ближайшим окружением является госпереворотом и государственной изменой. Участие в легитимизации данного деяния также является преступным и в дальнейшем может преследоваться по закону. Просьба распространять данную информацию. Ну, с последним пунктом я не согласен, вряд ли кто-то будет выяснять, голосовал ли человек или нет. На этом псевдореферендуме ответить вам, скорее всего, придется перед своей совестью и перед своими детьми и внуками, которых вы обрекаете на отсутствие перемен и будущего. Меня поразило в самом начале, когда только начались разговоры о поправках в Конституцию, насколько люди пассивные в защите основного закона. То есть где-то предотвратить создание мусорки, они еще как-то могут организоваться. А именно на то, что нужно было отстаивать любыми средствами и путями, не вызывает в населении никакого интереса. А ведь именно благодаря этим поправкам вы получите Владимира Путина до конца его дней вариант Совок-2 в еще более жесткой форме, чем это было Совком-1. Отстаивать свою Конституцию это самая первая обязанность граждан, тем более, что Конституция в России неплохая, не хуже, чем во всех остальных странах. Вопрос лишь в том, что никто не готов жить по Конституции. А теперь, изменив некоторые вещи, преступники, находящиеся у власти, хотят и легитимизировать свои преступления. Не они подстраиваются под закон, а они закон подстроят под себя. Распространяйте этот ролик в соцсетях и самое главное помните, те, кто будут призывать вас идти и голосовать против, но обязательно прийти, в моих глазах эти люди так или иначе будут причастны к совершению этого госпереворота. Всего доброго.